Рядом с замком Шакин, точнее бывшим замком, сегодня это частное владение, где располагается музей, такое здание бывшей конюшни и в советское время колхозное здание, коровника, где сегодня располагается сырное производство и также шоколадное производство. Приятное место с большой парковкой также. Здесь имеется ресторан, там можно посидеть, отдохнуть и сходить прогуляться по замку, посмотреть экспозиции. Конюшня постройки 1900 года, предполагается, что фундамент на самом деле более ранний был. После Второй мировой войны здесь располагался коровник, при расчистке здания на глубине полутора метров обнаружилась старая булыжная мостовая и камни извлекли и сложили из них сходом на территорию так называемой сегодняшней деревни Шакин. В 40 километрах от Калининграда и здесь недалеко аэропорт Храброво, вот можно прилететь и сразу двинуть, пробовать сыры и шоколад. В этом здании как раз таки и располагается, так сказать, биопроизводство сыров, потому что все продукты для производства сыров закупаются в местных фермерских хозяйствах. Сыроварня специализируется на твердых, полутвердых и выдержанных сырах и выпускается больше 10 видов. В Калининграде вы не сможете найти продукцию данной сыроварни. Удивительно на самом деле, там очень большие стеллажи, куда это все поставляется. Скорее всего свободная интерпретация бывшей деревушки рядом с конюшней. Здесь шоколадная фабрика. Это один из примеров того, как, соответственно, частные инвесторы, которые покупают разрушенные исторические здания в Калининградской области и переделывают под производство. Я считаю, что это очень отличное дело, когда восстанавливается здание и в то же время располагаются какие-то кафешки и в том числе производство. Интересное место. Приходите, приезжайте. Другая история. Это солдаты Третьего рейха. Это вот такие деревья, которые находятся вдоль дорог.